За эти годы у нас построено с 2013 года 43 новых ФАПа. Отремонтировали мы 40 ФАПов. Сегодня общее количество ФАПов составляет 259. Могу сразу сказать, достаточно или нет, это для Томской области. Цифры здесь для нас понятны. Нам необходимо построить еще 85 новых ФАПов. Здесь есть разные подходы. Буквально в пятницу обсуждали такую идею, там, где пока невозможно кадрами оснастить и построить. Может быть, уже витает в воздухе идея мобильных ФАПов, точно так же, как по аналогии с мобильным учителем, когда передвижная установка полностью оборудованная может обслуживать несколько деревень и сел. Я думаю, что все эти будущие проекты мы, естественно, с вами обсудим. По ФАПам мы программу будем продолжать решением Сергея Анатольевича. Эта программа на 2017 год продолжена. В базовой модели бюджета мы планируем построить 11 новых ФАПов и отремонтировать 6 ФАПов, потому что вы знаете, что у нас многие пункты находятся в ветках, обвешалых зданиях в деревнях и селах. Возникает вопрос с точки зрения дополнительного образования. Я всегда его задаю, и мне пока не понятен ответ. Давайте представим, что в 2025 году все школьники будут учиться в первую смену. А доп. образование у нас до обеда чем будет заниматься? Это огромная сеть. Если мы говорим, что вне урочка должна тоже большей частью проходить в стенах школ, возникает еще один вопрос в эту же тему, а что будет делать доп. образование после обеда? И вот на эти вопросы, по-моему, Федерация пока тоже сама не готова ответить. И вот этот посыл, что обязательно все должны учиться в первую смену, у нашего региона есть своя точка зрения. Ее губернатор, премьер-министру, изложил. И на основании этого там на федеральном уровне сейчас создана рабочая группа, которая внимательно этот вопрос изучает. Но, как нам кажется, это все-таки, подберу выражение, пока, наверное, нецелесообразные затраты по этому направлению. Продолжение следует...